Всем привет! Сегодня воскресенье, значит я с очередным видео про макияж. Сегодня, как всегда, я без макияжа. Сегодня будем краситься полностью. Буду показывать еще один вариант летнего макияжа, летнего стойкого макияжа, причем макияжа с сияющими элементами. Будем пользоваться кремовыми продуктами для лица. И расскажу немножко и про летний уход, и про то, как сделать макияж, особенно стойким. Я пока нанесла только уход, но я хочу показать с самого начала все, потому что я буду пользоваться сегодня тональным кремом Estee Lauder Double Wear. Поэтому тут очень важен предварительный уход, то, что вы наносите на кожу. Я нанесла вот такой вот крем от Origins. Почему именно его? Во-первых, он с фактором SPF 30. Для лета это обязательно, потому что этот тональный крем не содержит никакого SPF. Кстати, у меня американская версия, европейская версия содержит, но я не знаю, в чем секрет. Почему они так отличаются, но, в общем, моя версия не содержит, значит, нам нужен хороший SPF. И второе, нам нужен крем очень жирный, очень увлажняющий. То есть, даже сам, я часто слышу, как многие визажисты Estee Lauder даже и блогеры, и все, кому не леди, рекомендуют, например, наносить под Double Wear вот эту вот сыворотку, эту Advanced Night Repair. Я, например, не представляю, как на ней можно потом нормально нанести вот этот тональный крем. Она впитывается, как любая сыворотка, не оставляет никакого жирного, такого вот масляного, скажем так, такого вот глипкого следа на лице. И такому густому тональному крему просто не за что зацепиться. Поэтому ни в коем случае вот этим пользоваться нельзя. Нужен хороший, жирный, увлажняющий крем. Причем я скажу, что у меня кожа жирная, и мне такая комбинация прекрасно подходит, потому что крем берет на себя все увлажнение, и тогда тональный ложится сверху очень легко, очень быстро тонким слоем распределяется, и он лежит именно как тональный крем, а не пытается выжать все остатки влаги из вашей кожи и лечь какими-то хлопьями, шелушениями, пятнами. Сейчас я начну его наносить и буду еще делиться параллельно какими-то секретами, советами, как лучше всего заставить этот крем наноситься и лежать идеально. Сейчас я... Значит, еще по поводу кисточек. Для такого тонального крема ни в коем случае не подойдут вот такие вот кисточки с... Да, я тут закрываю, потому что она у меня облезла. Хотя это Шанель, и она у меня, ручка, облезла, но сама кисточка вообще в идеальном состоянии. Кстати, она у меня, наверное, лет уже 5. Прекрасная кисточка, но она для легких тональных кремов. Для вот этого она не подойдет. И поэтому ее мы откладываем в сторону. Для Double Wear нужна кисточка вот одна из двух таких. Либо Sigma Flat Kabuki, которая очень плотно набитая и очень хорошо. Тут вот быстро и тонким слоем распределяет тональный крем. Или же опять вот такая вот от Кайлин, тоже очень плотно набитая, поэтому это очень важно. И еще покажу. Бути-блендер тоже у меня лежит здесь под рукой. Но в всякий случай, если где-то понадобится исправить, допустим... Ну, где-то, не дай бог, очень плотно ляжет тональный крем. Или что-то придется подкорректировать. Но, опять же, им мы Double Wear не наносим. Он просто впитает в себя весь тональный крем. И он ляжет неровно и пятнами. Так, еще я нанесу бальзам для губ. Потому что мне тут еще, помимо всего прочего, дочка, когда баллась, ехала по губам и оставила не такую красоту. Так, ну что, поехали. Я возьму сегодня, наверное, вот такую кисточку от Кайлин, потому что я ее раньше не показывала. Будет интересно посмотреть. Выдавливаю я два нажатия. Обычно этого предостаточно. Тоже очень важный совет для такого тонального крема, как Estee Lauder Double Wear. Ни в коем случае не переборщить. И начинаем наносить участком. Я сегодня начну с лба. И он застывает очень быстро. Поэтому работать надо с ним тоже очень быстро. И хорошо, хорошо распределяет. Тогда он ляжет тонким слоем. И ничего, он не закупорит, не запьет никакие поры. Не будет смотреться маской. И прекрасно проносится целый день. Я им пользуюсь очень давно. И несмотря на то, что сейчас я тестирую какие-то постоянно. Меняю. Люблю пробовать новые тональные крема. Но были моменты, когда я пользовалась им постоянно. И ничего, они поры не закупоривают. Хотя кожа у меня жирная. Можно даже сказать проблемная. Порой он не закупоривает, ничего не забивает, кожу не портит. Самое главное, чтобы вы ее хорошо вечером очищали. Это обязательно двухэтапное очищение. Никогда вы не смоете тональный крем какими-то гелями для умывания. Даже самыми жесткими. Даже те, на которых написано, что они для снятия макияжа. Никогда недостаточно будет минициарной воды. Так как он все равно остается в порох. Нужно масло. Нужна махровая салфетка. Такие вот, я не взяла, к сожалению, с собой сегодня. Такое вот махровое полотенце. Маленькие такие полотенечка. Еще называют их фейс-клосс. Такие, ну, как бы, для лица полотенца. И нужно нанести масло прямо на сухую кожу, прямо на макияж вечером. И потом снять это влажной, хорошо отжатой, желательно смоченной в горячей воде, вот этой салфеткой. Потом уже умыть лицо. И вот тогда вы можете считать, что вы хорошо очистили кожу. Не, на ней ничего не останется и не навредит тональный крем вашей коже. Так, сейчас внимательно я прохожусь по каким-то неровностям на коже, каким-то проблемным зонам. Учитывая, что сейчас нету возможности ходить к косметологу, особенно уход. Очень важен, очень важен, повторюсь, никаких сывороток под низ, никаких праймеров, потому что тогда кожи просто не хватит увлажнения. И тональный крем просто-таки высосет всю влагу из вашей кожи. И он ляжет шелушениями, какими-то пятнами. Будет очень некрасиво и будет очень трудно его растушевать. Не зря нам косметологи грамотно рекомендуют обязательно поверх всяких этих сывороток наносить увлажняющий крем. Потому что увлажняющий крем должен сработать как одеяло. Такое мне нравится сравнение с одеялом или как плащ, как пальто. То он должен закрыть с собой эту сыворотку, и чтобы она работала, давала какое-то свое лечебное действие на кожу. А увлажнение все равно дает увлажняющий крем. Вот видно, как с правильной кистью и с правильным уходом под низ. Да, кстати, праймеры тоже. Даже увлажняющие праймеры, они очень обычно тонкие и легкие. Тонко ложатся и очень дают легкое покрытие. Поэтому тоже не рекомендую использовать никакие праймеры. А все-таки брать хороший увлажняющий крем. Этот вот, например, крем содержит масла. Наверное, за счет этого он так хорошо увлажняет кожу. Но еще есть, к примеру, тот же Daywear от Estee Lauder. Я раньше им пользовалась. У них была версия SPF 25. Поэтому... И он был замечательный. Сейчас они почему-то сняли его с продажи. И остался только SPF 15. Я считаю, на лето его маловато. Потому что я постоянно пользуюсь кислотами. И... Постоянно пользуюсь кислотами. И все-таки хочется быть уверенной, что я хорошо защищаю кожу. То есть видно, сейчас у нас хорошо лег тональный крем. Что не нужно даже нигде ничего корректировать. Нигде ничего подправлять. Кисточкой прекрасно. Кто нанесся ровным слоем и все нам скорректировал. Как я уже много раз говорила, я не люблю легкие тональные кремы. Я не вижу в них смысла. Они смотрятся красиво. Ровно час после нанесения. Ну, по крайней мере, на моей коже. А уже через два часа после нанесения. Обычно уже какие-то есть пятна, где он слез. Какое-то месиво на лице непонятное. То есть его постоянно. Либо надо постоянно обновлять пудру. Либо постоянно промакивать матирующими салфетками. И если, допустим, вечером надо куда-то пойти. Или нужно что-то подправить. То обычно уже приходится брать какую-то пудру. Тональную основу в виде пудры. И сверху это все обновлять покрытие. Потому что обычно оно уже слазит. Поэтому я за плотный тональный крем. И за хорошее увлажнение кожи с утра. И хорошее очищение ее вечером. В общем, тональный крем мы нанесли. Сейчас я нанесу продукты для кремовой коррекции лица. Кремовый хайлайтер и кремовый скульптор. Значит, за стойкого макияжа нам очень важны такие продукты. Потому что они дольше держатся, чем пудровые. И лично мне больше нравится, как они смотрятся. Они смотрятся очень естественно. Не как пудра. Они где-то не подчеркивают какую-то текстуру на коже. Я сегодня буду пользоваться вот таким вот жидким хайлайтером от Cover FX. В оттенке Moonlight. Такой замечательный продукт, про который я чуть не забыла. Я его купила еще до... Еще когда были открыты магазины. И как-то положила в сторонку. И совершенно забыла, что он у меня есть. А он просто замечательный. Вот на лето он просто суперский. Он дает прекрасный такой вот блеск. Прямо металлический. Но при этом без лишних блесток. И, что очень важно, он совсем не жирный. Те же хайлайтеры знаменитые от Beko. При том, что они тоже смотрятся очень красиво. Они не могут похвастаться такой. Буду, наверное, растушевывать пальцем, чтобы... Они достаточно жирные. В них содержится жидкий парафин, минеральное масло. За счет этого они очень жирные. И на лето они ну совсем не годятся. На лето нужно кремовый хайлайтер подбирать. Именно вот такой, который не излишне жирный. И вот этот вот от Cover FX он просто прекрасен на лето. Вот так я его растушевываю хорошенько. И чем еще хорош тональный крем, который мы сегодня использовали. Очень стойкий. Estee Lauder Double Wear. Это тем, что он прекрасно держит вот эти вот все кремовые, да и пудровые продукты. На нем они дольше держатся. Не блекнут, не тускнеют. Если использовать тональный крем совсем такой легкий, увлажняющий, невесомый, то тогда получится... То тогда они исчезнут где-то в лучшем случае к обеду вместе с самим тональным кремом. Так, я от восторга переборщила. Сейчас вернусь салфеткой. Немножко переборщила, но видно, как красиво это средство сияет. Оно прекрасно смотрится и при нивном свете, и при искусственном свете. И в отличие от пудрового хайлайтера, оно не сушит кожу, не подчеркивает текстуру, не лежит отдельными блестками, лежит вот такое вот прямо как стекло, такое вот сверкающее, красивое. Такая вот, как говорят... Такая вот очень красивая, сияющая кожа. Так, значит, хайлайтер мы нанесли. Сейчас я нанесу еще кремовый скульптор. Обычно для этих целей я люблю использовать Нарс, огонь на шибкий скульптор, но у меня его пока нет. Он закончился, я заказала себе новый, поэтому пока я воспользуюсь вот этим вот Анастасией Берли Хиллз в оттенке Минк. Он мне тоже очень нравится. И то же, что мне нравится, это то, что поверх нашего сегодняшнего зональника, он продержится в целой тени. Я не знаю, как у кого, но у меня вечная проблема, что все эти контурирующие продукты очень сильно блекнут и исчезают с лица достаточно быстро. Считаю, что это макияж на лето, на жару. Это очень актуально. Я тут не считаю, что в жару там не надо краситься, не надо пользоваться макияжем. Не знаю, моя кожа прекрасно дышит и со всем этим, нанесенным на нее макияжем. Я его не ощущаю в течение дня, мне он не мешает. И прекрасно все это выглядит. И что очень важно, я не устою повторять, что это держится целый день, в отличие от каких-то более легких продуктов. С жидким хайлайтером важно только, чтобы не было каких-то границ нанесения. Но учитывая, что мы еще будем наносить консилер, хотя может быть и не будем, потому что я не вижу сильных проблем синяков. Хайлайтер тоже он еще и работает как дополнительный консилер. Как раз здорово так маскирует какие-то темные, высветляет какие-то потемнения на лице. Поэтому, может, даже консилером не будем пользоваться. Но потом я, если надо, еще это все просто подкорректирую. Ну и все, коррекцию, в принципе, мы сделаем. Я еще посмотрю в такое фронтальное зеркало, чтобы не оставить нигде пальцев. Ну и все, отлично. Ну и давайте сделаем глаза. Глаза я буду делать сегодня тоже в такой коричнево-шоколадной гамме. Очень люблю такой макияж на лето, как я уже говорила. И хочется сегодня сделать его чисто матовым. И такой показать контраст между сияющей кожей и таким вот матовыми темными глазами. И буду я опять использовать свою любимую палетку. Да, она уже стала моей любимой. Винус XL. Я уже, сегодня уже будет не первое впечатление. Я ее уже сама, сама такой макияж тестировала. И вот буду использовать вот эти вот два оттенка. И они очень интересным образом, как-то вот смешиваясь в одном макияже, дают именно красивый шоколадный оттенок на глазах. При том, что на самом деле вот этот вот такой какой-то бордовый, а вот этот более терракотовый. Эта палетка мне очень нравится. Я, можно сказать, уже ее полюбила. Очень люблю ей пользоваться и на каждый день. Она дает какое-то неимоверное количество вариантов макияжей. И в зависимости от того, какие тона между собой сочетать, она выглядит очень по-разному. Что тоже я очень люблю. Я не люблю купить такую большую палетку, насколько там на 18 цветов. И пользоваться оттуда только одним оттенком. Как, например, у меня вот в этой вот саппи. Можно видеть, каким оттенком я тут больше всего пользуюсь. А остальные достаточно такие специфические. Подходящие не для каждого далеко. Не для повседневного макияжа. Еще за что я люблю кремовые хайлайтеры. Хайлайтеры – это за то, что по ним просто великолепно тушуются тени. Они как-то сразу пропадают все резкие границы. Особенно вот для таких вот проблемных оттенков, как этот вот бордово-коричневый. И они, в принципе, всегда, эти оттенки в такой гамме, они так и норовят на глазах речь пятнами. Поэтому кремовый хайлайтер нам очень здесь помогает. И растушевать красиво данные тени. Вот видно, как быстро я их растушевала практически. И теперь я нанесу второй оттенок, который я здесь говорила. Вот этот вот райп, который выглядит терракотовым. Но удивительным образом, в сочетании вот с этим предыдущим, он сейчас будет выглядеть коричневым и шоколадным. Не забываем стряхивать. То есть из этой палетки мне по большому счету не нравится только один оттенок. Это вот этот вот розовый in blue. Он с виду цвет красивый, но такой он, конечно, на глазах выглядит очень некрасиво, очень грязно, очень сильно он крошится. Прямо так, как ни одни другие современные тени. Вот так вот я немножко поверх. Сильно на границе не залажу, но прохожусь как бы поверх этих предыдущих теней. И получился вот такой красивый темный цвет на глазах. Сейчас я подведу сразу нижнее веко. Для нижнего века я возьму что-нибудь сияющего, типа вот этого вот вест. Вот этого. Он такой тоже коричнево-бордовый. И в такой макияж очень хорошо подойдет. Вот я здесь не буду использовать никаких карандашей, потому что цвет на веках и так очень интенсивный. Поэтому, поскольку этот оттенок темный достаточно, я его немножко завожу вот сюда, вот на околок глаза, чтобы все выглядело достаточно так, едино и красиво. Так, теперь я, так, думаю, так, уже мне немножко осыпалось. Сейчас я уберу, уберу эту всю каранда, из которой мне осыпалось. А я иногда думаю, что надо начинать, наверное, наносить тени после, точнее, продукты для лица после теней, потому что эти осыпания просто портят весь макияж. Так. Ну и сейчас я нанесу тушь. Так, чё-то тушь со мной сегодня не дружится. Так, она норовит размазаться. Так, сейчас нанесу второй слой. Так, по глазам, но осталось только добавить ещё что-нибудь светлое на внутренний уголок. Я сегодня возьму вот такой вот оттенок Radiant, вот этот вот белый. Он очень хорошо будет смотреться. Одну чистую кисточку, чтобы не смешивались у меня. Этот светлый оттенок будет очень хорошо смотреться с нашим, с тем хайлайтером, который мы нанесли на лице. И, господи, я сегодня мажу, мажу что-то сегодня, никак у меня не получается ничего. Вот так. Всё, с глазами я закончила. Вот я припудрую лицо. Всё, обычно, обычно, такой крем, как Double Wear, не требует пудры, потому что он очень стойкий, очень матовый, но, учитывая, что я хочу макияж, который должен продержаться целый день, я всё-таки припудру. Только вот пройдусь по Т-зоне, по таким проблемным участкам. Ну и всё. Так вот, я ещё думала, наверное, да, сделаю ещё брови чуть-чуть вот этим вот карандашом от Стилла. Совсем чуть-чуть, а то я тут немножко намазала на них хайлайтеры, что, в принципе, меня не смущает, но хочется немножко подчеркнуть. И брови тоже. То есть, вот такой вот у меня макияж на лето, на жаркий летний день. Любители всего естественного сейчас, конечно, шокируются, но моё представление макияжа – это то, что он не имеет ничего общего с естественностью. Естественность – это то, чем мы просыпаемся по утрам, это то, чем я сидела перед вами в начале этого видео. И я, например, не хочу на своём лице видеть за целый день. То есть, у меня нет никаких комплексов, я вполне там даже не против своей внешности. Я себя принимаю как есть. Но если мне дана возможность поиграться как-то вот с этим вот всем, то я с удовольствием воспользуюсь такой возможностью. И даже в летний день вот такое вот лицо прекрасно дополнит любой наряд. Макияж, как я говорила, для меня это ещё элемент стиля. Это дополнение к тому образу, который я выбрала на сегодняшний день. Так, остались у меня губы. Губы, учитывая вот эту вот травму, которую мне сделал ребёнок, я не буду брать ничего сегодня такого матового-стойкого. Ещё и потому, что матовая помада я на самом деле не люблю. И если надо макияж сделать стойким, я матовую помаду использовать не буду. Потому что как-то я с ними не дружу. Значит, матовые помады мне не подходят для... Особенно, когда я хочу, чтобы макияж продержался долго. Потому что они мне очень сильно сушат губы. Я их постоянно облизываю. И в результате помада очень быстро съедается. Поэтому вместо матовой помады я предпочитаю взять карандаш. И такую вот очень качественную, очень хорошую помаду от Tom Ford. Карандаш я возьму мак в Морнин Кофе. Он такой коричневый. И его я использую для того, чтобы цвет помады, который у меня нюдовый, вот этот вот в оттенке Де Боре, я, чтобы немножко увести в тёплый, такой коричневатый оттенок. Опять же, если бы я карандаш использовала розовый, то помады бы получилось тоже больше с таким вот уходом розовый. С контуром всё смотрится очень красиво, очень так естественно, так выразительно. Это как раз то, что мне хочется под данный макияж и помада. Просто позволит сделать результат ещё более стойким и даст ещё более красивый оттенок. Эта помада хороша тем, что она очень долго держится. И даже когда сходит, она сходит очень аккуратно, очень мягко, естественно. Нигде не скатывается, не оставляет каких-то следов неопрятных, ничего. Просто её легко обновить, даже не глядя в зеркало, так достаться и сумочки, и проходу обновить. И всё будет выглядеть очень красиво и естественно. И сейчас я уже вижу, что я ещё забыла румяна. Румяна я сегодня возьму Charlotte Tilbury Pillow Talk. Потому что у них очень нейтральный оттенок, и мне хочется, чтобы сегодня румяна не выделялись на лице, а просто придали такую дополнительную какую-то выразительность на лице, дополнительный какой-то акцент. Потому что сейчас явно не хватает его на лице. Очень люблю эти румяна. Они такие универсальные, что если не знаете, какой цвет взять под макияж, можно смело брать их и никогда не ошибетесь. Немножко здесь прокорректирую, чтобы они не залезли куда не надо. Так, ну и всё, пожалуй. Макияж мой готов. Смотрю, хочу ещё добавить чуть-чуть хайлайтера всё-таки. Вот сюда вот, учитывая, что консилер я использовать не буду. Вот сюда вот немножко обновлю хайлайтер. Очень классный хайлайтер. Очень рекомендую вот именно это средство на лето. У кого кожа, как у меня, с расширенными порами, с какой-то текстурой, этот хайлайтер просто прекрасно смотрится. Он ничего не подчёркивает, не сушит, а делает такой вот, ну, шикарный, просто такой стеклянный прямо блеск на лице. Всё, мой стойкий летний макияж готов. Прекрасный вариант на летний день. Очень так выразительный, при этом не вырви глазами, без каких-то ярких оттенков. Хотя яркие оттенки я тоже люблю, но сегодня мне хотелось показать именно такой вариант. Опять же, не надо бояться стойких продуктов, не надо бояться кремовых продуктов. Просто очень важно, во-первых, хорошо готовить кожу до нанесения макияжа, пользоваться очень хорошим, очень увлажняющим кремом. И хорошо очищать кожу после обязательно трёхступенчатое очищение. Масло, которое вы снимаете влажной махровой салфеткой. И потом последующее ещё умывание гелем для умывания, для снятия макияжа. И, конечно, хороший уход, хороший вечерний уход. Это сыворотки, это кислоты, это увлажняющий хороший крем. И тогда всё хорошо, тогда макияж не вредит вашей коже, не закупоривает поры и прекрасно служит вам дополнением, украшением для вашего стиля. Всем спасибо за просмотр, увидимся в следующем видео.